Всем привет! У нас сегодня новый Range Rover Sport и он уже где-то по пути в Россию. Причем перед самым Новым годом 2 или 3 машины успели дойти. Все это дело отправлялось из Кореи. Ну, в общем, я не сам, естественно, снимал это видео. Но Sport хороший, на 22 колесах, 3-х литровый дизель, 300 лошадиных сил. Ну, человек, так как он осмотрщик, он показывает кучу всяких мелочей. Ну, я хотел бы от себя сделать некоторые комментарии по этому автомобилю. Сам еще живьем, так скажем, не видел, не пробовал. Но, насколько я понял из всего этого и не только этого видео, потому что на процентку практически там в неделю один раз минимум что-то присылают. Человек ездит, смотрит. Ну, в общем, здесь хорошая комплектация. Плюс R-динамик, ну, по-русски R-пакет. То, что сейчас человек показывает, вот эти вот такие полоски другого цвета, отличного от кузова, это и есть как раз R-динамик. Но это мы уже видели на Виларах. Задние узкие фонари. Вот тут вопрос, опять же, спорный. Пишите в комментариях, как вам вообще это дело. Но на видео смотрится не очень. Вживую пару машин видел в Стамбуле. Вживую смотрится более как-то завершенным кузовом. Но на видео как-то так. Очень много внимания в этом видео уделено салону. Ну, здесь по традиции на Range Rover Acoustica Meridian. Кожаный салон. Много чего сделано из текстиля. Ну, причем текстиль такой особенный. Я почему все это как бы так просто уверенно объясняю. Ну, во-первых, я общался и с осмотрщиком, общался и с некоторыми людьми, у которых этот автомобиль уже есть. Ну, и я катался на новом Range Rover. То есть, на самом большом. Ну, вывод такой. Первый появился Velar. И очень много то, что есть в Velar, есть здесь. И поэтому мне, как владельцу Velar, в принципе, здесь нет ничего удивительного. Но со стороны, конечно, это большой прогресс по сравнению со старыми. Кстати, вот эти боковины на сидениях тоже сделаны из специального материала. Очень и очень неплохо. Вместо жесткого пластика. Вот такие вот прикольные материалы. Сложно даже назвать его чем-то определенным. Но это что-то типа ткани. Ну, не с кожей. Не прорезиновенные. Ну, в общем, какой-то такой, не знаю, может быть звучать будет смешно. Пластиковый текстиль. Вот такого плана. Но, опять же, приборка виртуальная. Но для тех, кто уже какое-то время, так скажем, с этой маркой борется. И в их том числе ничего нового здесь нет. Огромный монитор. Я вам показывал на рейндж-ровере. Когда автомобиль запускаешь, он мерцает так, что честно подпрыгиваешь. Но это как раз, наверное, неплохо. Если ты с просонья проснешься сразу. Человек здесь объясняет кучу опций. Но могу вам сказать так, что... По поводу внедорожных качеств. Вот на нем не ездил. Но ездил на Виларе по полигону. Ездил на Дефендере. Ездил на Дискоре. Ну, в общем, на самом деле, здесь с проходимостью, ну, такой относительный, да. Будет точно все в порядке. Потому что рейндж-ровер, в принципе, про это. Большой рейндж-ровер чуть-чуть не про это. Но, опять же, на полигоне он выглядел, во всяком случае, рестайлинговая версия предыдущего кузова. Выглядел точно не кисло. И смело на нем можно было, наверное, я думаю, за каким-то грибом спокойно поехать. Но если вам, опять же, не жалко автомобиль, за который тогда просили 1200, наверное, долларов. Сейчас за спорт просят 200+. Соответственно, Вилар сейчас где-то стоит в районе... Ну, я думаю, что самый бедный будет стоить 120. Средний будет 150. Максималка, ну, даже страшно предположить, сколько будет стоить максималка от Вилара. Ну, у рейндж-ровера, в принципе, все стандартно. Опять же, еще раз повторюсь. Вилар, следующий был Эвок. И вот как раз все вот эти вот опции обкатаны были на этих двух моделях. Куча есть материала в интернете. Но, кстати, про выдвижные ручки вообще ничего не хочу сказать плохого. Три года я отъездил. Ручки, правда, поменяли по гарантии. Одна на ходу почему-то открывалась. Ну, то есть, она просто выдвигалась, но ничего не происходило более. Их поменяли в круг. Сказали, поставили более какие-то технологичные. Теперь действительно проблем нет. Но в данном у меня моменте времени машина стоит. Потому что вторая турбина вышла из строя. У меня двухлитровый дизель. Здесь трехлитровый дизель. Я надеюсь, что этот автомобиль в плане мотора будет такой же надежный, как и все трехлитровые дизеля BMW. Ну, я шучу, конечно. Ну, просто размышлял, какой трехлитровый дизель хороший. Ну, наверное, у BMW. Но касаемо вот этих вот всяких внутренних ящичков в Range Rover, да. Насчет шумоизоляции, отделка всяческими материалами, чтобы ничего не гремело. Это выше всяческих похвал. Потому что Range Rover, он реально следит за тем, чтобы в салоне было уютно. И у него много-много лет это получается. Ну, если, конечно, не брать в расчет старый Defender. Но там песня была не про это. Новый Defender уже, конечно, достаточно тоже комфортный. И я вам это показывал. Я, опять же, извиняюсь за качество съемки. Потому что здесь, так скажем, не художественная съемка, а такая более для внутреннего пользования. И как раз клиенту показывают то, что он хочет приобрести. Опять же, цвет достаточно такой классический для Range Rover. Но вот по поводу, опять же, задней части автомобиля. Не знаю, мне как-то пока она, наверное, непривычно. Но в целом, по сравнению с большим Range Rover, наверное, не очень нравится. Потому что большой, он обыгран классно. Именно фонари задние. Ну, действительно, прикольно сделано, необычно. Но, кстати, в багажнике тоже все очень похоже. Как и на большом Range Rover тоже большая запаска полноразмерная. Ну, в принципе, стандартный набор. Там наушники, еще какая-то макулатура валяется. Ну, в общем, все по классике. Здесь, собственно, наверное, показывать особо долго нечего. Но, опять же, видите, человек показывает, что здесь куча колонок. Действительно так. Звук у Meridian, я, конечно, не меломан. Но, в принципе, нормальный. Мне нравится. Опять же, когда автомобиль достаточно крупный. Ну, грех в нем не поставить нормальную музыку. Тем более, шумоизоляция это позволяет. Но, мое мнение о новом спорте. В любом случае, люди его будут покупать. Я надеюсь, цены будут падать. Потому, что, на мой взгляд, 200 тысяч долларов плюс – это безобразие. Это очень дорого. Но, опять же, если серый импорт будет активно развиваться, то, сами понимаете, потом пойдут более дешевые версии спортов. Ну, и, соответственно, цены, я думаю, придут в какой-то адекватный такой предел. Но сейчас пока это именно для таких фанатов, для тех, кто хочет быть первым. Ну, я, на самом деле, лично, я никогда не гнался за этим. Но, как бы, тут смысл переплачивать за то, что купить первым спорт. Я понимаю, переплатить денег, чтобы первым купить какую-нибудь модель Феррари, которой точно ни у кого нету. Ну, вот это вот уровень. Но, там даже за деньги тебе ее не продадут. Потому, что нужно быть особо посвященным и именно дружить с самым брендом. Вот, опять же, по поводу мерения на кустике. Здесь время так достаточно прилично этому уделено. Но пишите в комментариях, как вам вообще новый спорт. Но, еще раз повторюсь, на мой взгляд, он, естественно, интереснее, чем старый. Но такое именно в концепции сейчас бренда Range Rover, собственно, как и все остальные. Ну, я надеюсь, что все у нас будет неплохо с этими спортами. Мы не будем часто друг с дружкой, владельцами Range Rover встречаться в сервисах. И все будет прекрасно. Ну, и все эти кучи опций, у кого есть время, они будут их радовать. Ну, на этом сегодня пока все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok